Братья и сестры, здравствуйте! Выйдя из пустыни, совершив победу без триумфа, то есть триумфаторы возвращаются в родной город на колеснице, ведя за собой пораженных и порабощенных, плененных, и триумфы перед собой неся, не так. Христос возвращался из пустыни, он возвращался смиренно, никто не знал, собственно, а что же там за драма произошла в конце 40-дневного поста. Там произошло поражение дьявола, такое для него неожиданное, что юноша, это молодой человек, 30-летний, нанес ему поражение, и у него не было отмычек для его души, у сатаны. И он до времени отошел от Христа, наблюдая за ним, а кто же такой, что он будет дальше делать. И Христос подхватывает речь Иоанна Претечи, своего родственника, и на шесть месяцев старше его, и уже вскоре мученика, который скоро подклонит свою голову под меч, и возвещает им то же самое слово, покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, если говорить словами Марка, то исполнилось время, приблизилось царство, и так покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть несколько продолжительней. Да, у Марка, а у Матфея там просто покайтесь. Ну, отметим с вами, что слова покайтесь в устах Иоанна, это слова человека людям. В том смысле, что Иоанн грехов не имеет, грехов как факты. То есть он там не лазил по кабакам, извиняюсь, там не запускал руку в чужой карман, как бы там никого не оскорблял, никого не обижал, там не прелюбодействовал. Всего этого в нем не было совсем. Он больше рожденных всех женами. Сын пустыни. Это аскет. И, в общем, почти ангел. Но как человек, он носит в себе зародыши страстей, имея поврежденную природу, как бы он внутренним оком знает, что в нем может быть. Если пустить себя на самотек, какие грехи в нем вырастут, что в нем может быть. Все, что хочешь, он об этом знает. Поэтому его слово «покайтесь», оно имеет внутреннюю достоверность аскета, который знает, какие грехи живут в человеке. По себе знает. Просто он их душит на выходе. А люди как бы живут по страстям, как бы и действуют по ним. А вот когда Христос говорит «покайтесь», то это слова Бога-человека, Сына Божьего, который в себе греха не имеет. И его слово «покайтесь» означает, что он знает, что будет, если мы не покаемся. Кроме того, он знает, какие дары и плоды вырастают из покаяния, поскольку это единственный путь настоящей свободы. Свобода – такое истоптанное, истерганное слово, которое кричится на каждом углу, особенно с революционерами, наиболее несвободными людьми во Вселенной. Они являются ровами своих иллюзий и пленниками дьявола, которые оперируют ими как какими-то там инструментами. Свобода, свобода, такое, как Семен Франк говорил там. Извозчик свободен? Говорит, да, барин, свободен, садись. Нет, кричи, да здравствует свобода. В общем, свобода настоящая бывает только у покаявшегося человека. Если человек грешен и спутан грехами, как птичка в сетке, значит, с ног до головы, у него нет свободы, он томится дух, унывает совесть, его страшит будущее, он боится огласки своих беззаконий, он невольник своих страстей, это абсолютно несвободный человек. Свобода – это свобода от греха, это внутреннее торжество освобожденного духа. Кроме того, из покаяния рождается, например, такая великая вещь, как неосуждение, потому что осуждать людей может только тот, кто не знает себя. Говорить, о, эти такие, эти такие, значит, это можно только говорить, если ты забыл про свои грехи. Когда ты вспоминаешь про свои грехи, у тебя отпадает тут же, моментально, желание других осуждать. А неосуждение – это, друзья мои, без труда спасение, поскольку не судите и несудимы будете. То есть Бог не будет судить человека, который отказался выносить суд над другими людьми. Это рождается из покаяния. Покаяние – это очень молитвенное состояние, потому что нельзя каяться, не молясь. Ты же согрешил перед ним, как Давид пишет, говорит, «Тебе единому я согрешил, и лукавое пред тобою сотворил». То есть я согрешил не перед кодексом, допустим, гражданским или уголовным, я согрешил перед тобою. Соответственно, помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей. Молитва рождается из покаяния. Молитва – это, в принципе, дитё покаяния. Сначала покаяние, а потом хвала уже заменяет покаянную молитву на высшних ступенях. Но так или иначе рождается она у людей из покаяния. Из покаяния рождается сострадание. Когда ты знаешь, как горько человеку жить на земле и как это плохо попасть в рабство греху, как это вообще печально, не быть свободным по-настоящему и бояться смерти, и ужасаться от неизвестности, тебе вообще жалко всякого человека, потому что все люди одинаковые и некому завидовать. Нельзя никому завидовать, потому что завидовать некому. Под знаком смерти проходит жизнь человеческая, и ожидая этого неизвестное будущее. Чему там завидовать? Червяк будет ходить по лицу твоему, и плоть твою, если ты, значит, съест житель земли, пока ты не воскреснешь. А когда воскреснешь, то неизвестно, какое слово услышишь. Отойдите или придите, это ещё вопрос большой. Поэтому завидовать некому, и покаяние учит нас, не осуждать никого. Итак, в словах Иисуса Христа «покайтесь» мы слышим слова безгрешного Божьего Сына, который знает, какие плоды даст нам покаяние, и как горько будет нам, если мы не покаяемся. Ничто не положишь на другую чашу весов. Ни построенные заводы, ни открытые предприятия, ни возведённые здания, ни открытые законы природы, ни придуманные лекарства, значит, ничего не положишь на другую чашу весов, если на другой нет покаяния. Покаяние перевешивает всё, его отсутствие делает жизнь бессмысленной. А из него рождается молитва, сострадание, милосердие, радость духа, чувство истинной свободы, дерзновение, вера бесстрашия перед смертью. Всё это и многое другое рождается из такого простого, казалось бы, краткого понятия покаяния. По-еврейски «тшува». Они считают, что тшува колеблет небо. Она может изменить ход истории. Покаяние меняет ход истории. Покаяние заставляет содрогаться небеса. Покаяние делает невозможное возможным. Оно делает всё. Оно самое сильное. Стоит об этом подумать. А если Дух Святой даст вам, Дух покаяния, считайте себя, что вы разбогатели самым большим богатством. Ибо горе не кающимся. И благо всем, кто имеет в себе скорбь о грехах своих. До свидания.